Новогодние утренники для детей в коме будут безопасными. Органы Госпожнадзора уже изучили все объекты, где будут проходить праздники. Выявленные нарушения устранены практически полностью. Кроме того, в рамках операции «Новый год» проверили места продажи пиротехники и социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей. О результатах Ольга Коняева. Операция «Новый год» началась задолго до самого праздника. Обследование около пяти сотен объектов, где будут проходить детские утренники и представления, показало высокий уровень ответственности сотрудников учреждений. Выявленные нарушения уже практически устранены. Кроме того, прошли совместные с Роспотребнадзором и МВД рейды по местам реализации пиротехники. Таких точек в коме 45. Стихийные прилавки остались в прошлом. Если сравнивать с предыдущими годами, то на сегодняшний день рынок торговли и реализации пиротехники устоялся. То есть торгуют в основном пиротехнические изделия одни и те же торговые точки. Поэтому в этом году мы подтверждаем, что у нас с реализацией пиротехники все-таки наведен порядок. Нарушения минимальные. Все пиротехнические изделия имеют сертификаты, все пиротехнические изделия имеют инструкции по эксплуатации. И вся торговля осуществляется в соответствии с требованиями. Не так все гладко в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Пять пожаров за последнюю пятилетку, одна жертва, материальный ущерб более миллиона рублей. 20% зданий и сегодня деревянные. Органы Госпожнадзора обнаружили несколько сотен нарушений. Нет или не работает автоматическая сигнализация, не подготовлены пути эвакуации. Все праздничные дни в главном управлении будет работать оперативный штаб, будут дежурить оперативные группы во всех гарнизонах, которые дислоцируются на территории ваших муниципалитетов. Поэтому в случае ухудшения обстановки, в случае получения какой-то информации о том, что где-то проблемы, особенно это касается и топливно-энергетического комплекса ЖКХ вопросов, информацию необходимо нам всю подавать в Центр управления приличных ситуаций по линии ДДС. Мы будем готовить соответствующие справки, как и для председателя КЧС, Лазарева, кстати, Григорьевича, для того, чтобы оперативно реагировать, оказывать помощь. Во время новогодних и рождественских каникул на социально значимых объектах решено принять дополнительные меры безопасности, увеличить количество дежурного персонала, особенно ночью и там, где проживают маломобильные пациенты, провести дополнительные тренировки по эвакуации людей, назначить ответственных должностных лиц и добровольцев пожарных формирований, обеспечить проезд пожарной техники, тем более, что погода, судя по прогнозу, снова не порадует постоянством. 26-28 между двумя циклонами небольшое понижение, там местами может быть ниже 20, а потом опять следующий циклон, так что, к сожалению, не очень хороший прогноз. Руководителям муниципалитетов напомнили, в праздники придется быть в полной боевой готовности. Например, нежданно-негаданно могут ударить морозы, а потому нужно заранее проверить пункты обогрева на трассах. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.